Донская государственная публичная библиотека Давайте еще раз вспомним, как это было. Реалити-битва городского масштаба, детища телеканала «Ростов на ТВ», телеканала «Рыбака Южный регион» и «Медиа-сити Ростов Лайф». Полгода 60 фотографов, стилисты, визажисты и тысячи телезрителей следили за ходом соревнования. Когда мы задумывали проект, я, честно говоря, не думала, что он получится настолько городским, во-первых, во-вторых, долгосрочным. Я очень переживала, что не будет столько участников, что мы не сможем довести проект до конца. И на каждом своем этапе были какие-то сомнения, получится ли. Но хорошо то, что хорошо кончается у нас. Вроде бы как все получилось, что мы задумывали. Фотографы довольны, и мы очень рады, что довели проект до конца. И в итоге получили вот такую выставку. И все ростовчане, которые наблюдали за проектом, могут проследить за их творчеством и на выставках в том числе. Участники выкладывались по полной. Многочасовые съемки, сложные и опасные эксперименты. Сумасшедшие декорации, экзотические животные и фотографы справились со всеми испытаниями. Ломалась аппаратура у некоторых фотографов, насколько я знаю. Кто-то проводил подводную фотосессию. И там, естественно, тоже не очень хотелось намочить аппаратуру, которая стоит, естественно, недешево. Но, тем не менее, как я уже говорила, фотографы молодцы. И для нас они все победители, потому что они справлялись со всеми ситуациями, которые были на площадке. И проводили свое дело и доводили до конца. Все, что вы видели в проекте – настоящее. Никаких дублей. В дождь, снег, летний зной фотографы делали свои лучшие кадры. Многие из нас видели по телевизору, как этот конкурс проходил. Работы, конечно, сделаны мастерские. И каждая такая выставка, она всегда украшает нашу библиотеку. Для нас и вопроса не было. Мы согласились. И я думаю, что не ошиблись для посетителей, для наших читателей. Это будет, в общем, хорошим подарком. Юлия Агеева участвовала в трех турах, подключала друзей и коллег. На проекте изменилось ее мировоззрение и отношение к фотографии. Теперь она берется только за самые амбициозные фотосессии. Мне кажется, я очень многому научилась за этот проект. И я ему очень благодарна. И в итоге получились красивые фотографии, которые, я думаю, украшают мою портфолио. И мне было участие очень полезным. Я считаю, что нужно побольше создавать таких проектов, чтобы наша молодежь, дети, чтобы росли на таких программах, чтобы все тянулись к творчеству, к каким-то задумкам интересным, чтобы люди не боялись осуществлять что-то смелое, необычное, чтобы люди больше тянулись к прекрасному. Когда мы видим все своими глазами, это одно. Но когда мы видим сквозь глаза фотографа и через их объектив, то это совсем другая картина. И получается, что благодаря проекту, я думаю, ростовчане все увидели наш город по-другому. И увидели, что здесь очень много талантливых ребят, фотографов, которые готовы бороться, сражаться и делиться своим творчеством. Проект многим дал возможность стать смелее и, главное, воплотить в жизнь давние творческие идеи. Так Инна Кривошеева запечатлела рождение ребенка. Это была одна из самых сложных и самых ответственных съемок сезона. Те съемки, которые я сделала, я бы никогда не сделала, если бы не было этого проекта. Даже, наверное, не описать словами, потому что я переживала с ней, я не знаю, действительно там и дышала с ней, и плакала с ней. И при этом еще нужно было фотографировать, еще нужно было адекватно оценивать, да, там цвет, я имею в виду ракурсы. И когда этот ребенок просто появился, мамочка, естественно, как и все мамочки, начала кричать. Почему ты не кричишь, кричи, кричи? У меня просто навернулись слезы, я отложила фотоаппарат. И просто, ну вот как бы был момент, когда я не могла снимать, действительно. Эмоции просто невероятные. Очень вдохновляет, потому что некоторые работы, они были настолько сложными, что я не представляю, как это удалось. Особенно под водой, а там, где девушка в водолазке, фотографии совершенно потрясающие. Это такая тяжелая работа, что не каждый с ней справится. Так что это действительно очень нужно ценить, по моему мнению. И нужно чаще проводить такие выставки, потому что, и, наверное, нужно как-то рекламировать больше, чтобы мы о них знали. И я, и младший брат его, вся семья наша следила, конечно, да. И его жена ему помогала, она визажист, и они вместе как бы все. Конечно, следили, переживали, хотели, чтобы он там победил. Но ему всегда говорило, Кость, главное участие, а не победа. То есть для его как бы то, что он буквально фотоаппарат научился держать год назад. Я думаю, это что-то уже. Очень много интересных работ, очень много интересных фотографий. Мне вообще нравится, когда не просто фотография такая коммерческая, а когда фотография выражает какие-то определенные чувства, эмоции. Когда фотографу удается что-то вот высказать, и чтобы я как зритель могла увидеть фотографию, о чем-то задуматься. Очень заинтересовала эта выставка, потому что какие-то идеи здесь можно подчеркнуть, подсмотреть что-то. И на самом деле это очень выставка хорошая. Тут есть такие фотографии, которые не просто, но вот красивые там или сложные, они за душу берут, например, которые посвящены войне, там, ветеранам. Просто смотришь, я не могу глаз оторвать, потому что, ну, я не знаю. Я просто очень люблю такие фотографии. Экспозицию кадры решают все, можно увидеть в ДГПБ до 3 августа. Все выпуски программы на портале Ростов Лайф.